За два года сотрудники Организации Объединенных Наций к нему уже привыкли. Дерево, мира и единство, пока не окрепшее, только набирающее силу, теперь неотъемлемая часть антуража Нью-Йоркской штаб-квартиры. У стен Совета Безопасности оно появилось именно по инициативе Беларуси к 70-летию победы во Второй мировой войне. Как напоминание и дипломатам, которые здесь служат, и туристам из разных уголков планеты о хрупкости мира и необходимости бережного к нему отношения на всех уровнях. Маленькая плакучая вишня – часть больших начинаний Беларуси в Организации Объединенных Наций. Я родился в Белоруссии, деревне Камень, около города Кобрин. Билл Калинчук, Владимир при рождении. Родители эмигрировали в США, когда ему было шесть лет. Едва окончил школу, война. Меня направили в летное училище в Иллинойс. Я стал механиком, специалистом по летному оборудованию. И меня направили в Дакар, в Северную Африку. Это маленькая копия самолета, на котором я летал. Когда мы приближались к цели, я открывал над собой фонарь, вытаскивал пулемет так, чтобы не промахнуться по врагу. Майкл Круг точно не помнит, откуда приехала его семья. Дома говорили о крае на царской России. До войны жил в соседнем с Нью-Йорком штате Коннектикут. Единственный из своего городка, кто вернулся с фронта. Несколько раз летал с известным в штатах генералом Кертисом Лемеем, тем самым который проводил массированные бомбардировки японских городов, а после войны возглавлял стратегическое командование ВВС США и даже баллотировался в вице-президенты. Мы теряли много самолетов и людей, и чтобы поддержать боевой дух, нам ввели лимит. 25 вылетов. Сделал – все, можешь возвращаться домой. И награждали вот такими крестами летных заслуг. За тем, что происходит в современной Беларуси, ветераны стараются следить по мере возможности. Америка все еще не может оправиться от президентской лихорадки. Зациклилась на скелетах в шкафах собственного Белого дома. Мы – народы Объединенных Наций, преисполнены решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны. Дважды в нашей истории принесший человечеству невыразимое горе. С этих слов начинается устав Организации Объединенных Наций. Документ, под которым 72 года назад свою подпись поставили и представители Беларуси. Своё право стать одним из государств учредителей республика получила благодаря героическому участию во Второй мировой войне. И до сих пор все инициативы Минска в Организации Объединенных Наций направлены на поддержание мира и добрососедства между странами и континентами. Президент Беларуси обращался к лидерам более ста государств на площадке ООН четырежды за годы независимости нашей страны. В 95-м предупреждал о том, что расширение НАТО на восток чревато непредсказуемыми последствиями для всей Европы. В 2000-м Александр Лукашенко говорил о равноправии государств и улучшении эффективности работы ООН. Еще через пять лет призывал к борьбе с торговлей людьми. Совсем недавно, в 2015-м, в год 70-летия основания Организации Объединенных Наций, белорусский лидер снова напомнил – устойчивое развитие всех стран планеты невозможно без мира и безопасности. И не случайно, что в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН День Независимости Беларуси имеет особое значение. Кожная историчная падея, якую в гэты дни мы сгадываем, з'является вехай у спрадвечным руху нашей батьковшины да увасаблення высокой мары, якую в свой час вельми яскрава, трапна, в особе у своих поэтичных радках Янка Купалу. Занимай, Беларусь, молодая моя, свой подшестный посад международами. Гэты посад конкретными своими деяниями, инициативами, ставленным. Беларусь займаю с гонором, годно, и с моцным, и с ширым жаданием зарабить свет вокруг нас больше беспечным и больше человечным. Признание многообразия путей прогрессивного развития, создание глобальных партнерств, перечень инициатив Беларуси в ООН весомен и находит отклик у всех, кто вносит свой вклад в работу этого важного международного института. Кстати, июльский календарь здесь отмечен еще одной существенной для мирового сообщества датой. Семирным днем по борьбе с торговлей людьми и тоже с подачи Беларуси. Но сначала день независимости, точнее дни. Американская государственность, хоть и старше по паспорту, но от белорусской на целые сутки отстает. Нина Вишнева, Олег Верник. Специально для программы «Контуры» США.